Здравствуйте, друзья! На российском сайте «Русская весна», который, как понятно уже из названия, является рупором переносчиков русского мира и профессиональных новоросов, вышло интервью с уже основательно подзабытым в Украине Олегом Царевым, который, помимо прочего, сделал одно интересное заявление в этом интервью, о котором мне бы хотелось поговорить. Само интервью абсолютно трешево, оно не стоит вашему внимания. В нем рассказывается о том, как украинский Макдональдс притесняет русских, то есть, ну, этим российским пропагандистам им же нужно рассказывать про притеснение русских в Украине, а поскольку реальных фактов такого притеснения нет, то они, значит, находят вот такие истории, они выяснили, что в Макдональдсе, оказывается, в меню нет русского языка. Это страшное унижение, друзья, это кошмарное просто притеснение. Третий день у меня суицидальные мысли, не могу купить гамбургер, просто к Макдональдсу теперь вообще не подхожу. Ну, короче, смысл в том, что, если вы уже поняли, да, в Украине эта проблема не интересует вообще никого, Макдональдсы полные, там все подряд, русскоязычные, украиноязычные, все прекрасно могут читать чизбургеры по-русски, по-украински, но проблема эта волнует вот очень сильно Олега Царева, который 6 лет не был в Украине, уже давно является гражданином России, и его российских коллег из сайта «Русская весна», и вот она им не дает спать. И, значит, Царев, рассказывая о вот этом чудовищном притеснении русскоязычного населения в Макдональдсе, помимо прочего, сделал такое вот интересное заявление. Когда начиналась «Русская весна», русские умирали за идею «Русской весны». Как правило, выигрывает та идея, за которую готовы погибать большее количество людей. К сожалению, тогда у нас не получилось ни из-за пассивности людей. Сначала нас предал Янукович, потом остановили из Москвы. Иногда они проговариваются. То есть они все время несут эту околесицу про внутренний конфликт, про стихийно восставших русских людей, которые устали терпеть притеснения в Украине, а потом их начинают заносить. И в какой-то момент прорывается правда. Особенно, когда говорит кто-то очень тупой, типа Царева, да? И правда состоит в том, что никаких стихийно восставших русских людей, которые действовали по своей инициативе тут, в Украине, независимо ни от кого, их не существует, да? А есть Москва, которая, оказывается, может вот так вот по щелчку пальцев все это остановить, когда ей это нужно. Не находите очень странный какой-то внутренний конфликт, который может быть остановлен по сигналу из столицы другого государства? Если Москва может остановить этот конфликт, если Москва его остановила, да, как говорит Царев, то в таком случае это значит, что все управляется из Москвы. И конфликт, соответственно, международный, а никакая не гражданская война. И сколько они не пытаются врать, рано или поздно, все равно, правда, вот так вот прорывается, где-то между строк, да, проскальзывает случайно, но шило в мешке утаить невозможно. И на шестом году войны вот это вот вранье про гражданскую войну, оно уже выглядит совершенно абсолютно жалко. И даже люди, которых невозможно назвать никак, там, украинскими пропагандистами или сочувствующими Украине, даже они уже палятся вовсю и постоянно где-то допускают вот такие признания, типа того, который допустил Царев, а разместил российский пропагандистский сайт «Русская весна». И рано или поздно, я уверен, они просто перестанут притворяться и признаются, что они там есть. Они воюют на Донбассе. Точно так же, как они сначала пытались сказать, что их нет в Крыму, а потом в итоге все равно признались. Обязательно поделитесь этим видео. Это очень важно, вы видите сами. У нас в стране до сих пор еще много людей, которые верят в эту ложь про внутренний конфликт, про гражданскую войну. И очень важно им показывать вот эти вот свидетельства, да, в том числе той стороны, просто для того, чтобы люди понимали объективную ситуацию. Мы ведь получаем регулярно доказательства того, что этот конфликт не является внутренним. Причем все доказательства мы приводим от той стороны. Поделитесь видео. Обязательно подпишитесь на канал. А если вам нравится то, что я делаю, вы считаете полезной. Мою работу вы всегда можете поддержать этот канал под тем реквизитом, которые указаны в описании к этому ролику.